Море Море – это источник жизни и вдохновения. Его прибой омывает берега единственного в Литве Клайпецкого порта. Этот порт не только самый быстрорастущий в Балтийском море, но и динамичная, безопасная и надежная часть жизни уникального города и его населения. Согласие правителя Литвы Миндугаса в 1252 году основан город Клайпеда. На взморье был возведен Клайпецкий замок Мемельбург, к которому прибывали купеческие суда из Западной Европы. Так и родился Клайпецкий порт. В XVIII веке основана первая контора по торговле лесом, и Клайпеда стала самым известным лесоторговым портом по всему побережью Балтийского моря. Уже тогда здесь могли швартоваться более 300 судов. По Версальскому договору 1919 года международное сообщество передало Клайпецкий порт под коллективное управление стран Антанты. Еще через пять лет управление было перенято литовской директорией порта. На межвоенный период приходится расцвет Клайпецкого порта. Здесь создавались различные общества, строились новые причалы, зарождалось литовское судоходство. После Второй мировой войны здесь обосновался военно-морской флот. В советский период в Клайпеде действовали три порта – морской торговый, неманский судоходный и клайпецкий речной и рыболовный порт, выделяющийся своим размером и значимостью. В 1986 году завершено строительство международной морской паромной переправы, которая принимала к тому времени крупнейшие в мире морские железнодорожные паромы. Уже после восстановления независимости Литвы в июне 1991 года было основано государственное предприятие – дирекция Клайпецкого порта. С тех пор литовский Клайпецкий порт является государственным. В 1996 году принят дальновидный закон о морском порте, определивший, что земля, акватория, причалы, гидротехнические сооружения, оборудование и прочие объекты инфраструктуры Клайпецкого порта принадлежат государству и не подлежат приватизации. Именно этими объектами управляет и их развивает дирекция порта. Она сдает в аренду государственную землю, взымает портовые сборы, обеспечивает безопасное судоходство, строит и реконструирует причалы, углубляет акваторию. Дирекция порта реализует морскую политику государства, ведет эффективное управление портом и систематическое развитие. Клайпецкий порт открывает миру берега своей страны, гарантирует безопасную, надежную и привлекательную среду жителям города. Клайпецкий порт – катализатор общественного благосостояния города. Здесь процветает культура, спорт и искусство. Деятельность, связанную спортом, осуществляют свыше 800 различных компаний, в которых заняты более 23 тысяч человек. Это обеспечивает около 5% ВВП страны. Помимо этого, работы, связанные с портом косвенно, выполняют еще 185 тысяч человек, которые создают 16% всего ВВП Литвы. Не менее важен вклад порта в городскую инфраструктуру. На средства порта прокладываются городские дороги, восстанавливаются пляжи, поврежденные штормами. С быстрым ростом популярности Клайпеда привлекает гостей своим уютным старым городом, древней фахверковой архитектурой, литовским морским музеем с богатой экспозицией и дельфинарием, а также музеями часов и кузнечного дела. Жемчужина Клайпедского края, Куржская коса, творение моря, ветра и песка. Она находится под эгидой ЮНЕСКО. С сооружением в 2003 году Клайпедского терминала круизных судов в стране наступила эра круизного судоходства. Терминал расположен в самом сердце города. На площади 1,2 гектара могут швартоваться суда длиной 315 метров, шириной 45 метров и осадкой 8,6 метра. Другой двигатель развития морского туризма – современная пристань, обосновавшаяся в сердце исторического городища. Здесь постоянно швартуется около 250 яхт и малотоннажных развлекательных судов. В будущем – амбициозные планы развития морского туризма. В удобной южной части порта, подальше от существующего судоходного канала, ведется строительство пристани для малых и развлекательных судов, которая сможет принимать более 400 судов. Здесь же будет открыта и школа парусного спорта. Порт – это воплощение морского духа, инициатор, организатор и меценат всевозможных мероприятий. Общественность города порта ежегодно организует праздник моря, а также международную парусную регату и парад судов. В порту проводятся заслуживающие отдельного внимания соревнования по бегу янтарные морские мили, на которые съезжаются как профессионалы, так и любители. Праздники, проводящиеся в порту – это подарок Клайпеде и ее гостям, а также прекрасный способ популяризации Литвы как морского государства за границей. Всем, кто желает воочию увидеть работу порта и прочувствовать его дух, дирекция порта дарит бесплатные прогулки-экскурсии по акватории порта на судне. Дирекция порта заботится не только общественностью и гостями Клайпеды, но и моряками. Уже более 50 лет здесь работает центр моряков – уютное место отдыха вдали от родного дома для иностранных моряков. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Круглый год работает важнейший и крупнейший транспортный узел Литвы, соединяющий морские, сухопутные и железнодорожные пути сообщения между Востоком и Западом. Клайпеда – самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря. Благодаря этой исключительной особенности обеспечивается непрерывное судоходство и проведение погрузочно-разгрузочных работ в течение всего года. Из-за кратчайших наземных путей он притягателен для транзитной перевозки грузов из Восточной Европы в Скандинавию и прочие страны Западной Европы. Клайпедский порт – это узел международного транспортного коридора 9Б. Отсюда простираются и основные судоходные линии в порты Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Американских континентов. Перевалочная способность универсального глубоководного порта – до 52 миллионов тонн всевозможных грузов в год. Здесь работает множество крупных стивидорных, судоходных, судостроительных, агентурных, экспедиторских компаний. Клайпеда – это глубоководный порт. Глубина его входного канала достигает 15 метров, а средняя глубина акватории – 14,5 метров. Порт способен принимать крупнотоннажные суда. Успешность порта обусловлена прекрасными транспортными узлами и слаженной работой сухопутного и морского транспорта. Порту прекрасно развиты связи с железнодорожным транспортом. Поезд «Викинг» соединяет рынки регионов Балтийского и Черного морей от Клайпеды до Одесского и Ильичевского портов. Меркурий соединяет Клайпедский порт со столицей России – Москвой. Новый проект. Поезд «Сауля» – это мост, соединяющий Клайпеду и город в Китае – Чунцин. Порт заслуженно гордится внедрением новейшей информационной системы грузов и товаров КИПИС, которая обеспечивает возможность действующим в порту предприятиям обмениваться электронными данными при выполнении процедур по обработке грузов. Территория порта занимает почти 500 гектаров, а акватория порта – 897 гектаров. Его причалы простираются на 27 километров, а железнодорожные ветки – на 100 километров. По всей этой территории действуют 33 специализированных грузовых терминала. По два для жидких удобрений, сельхозпродукции, контейнеров, накатных РОРО грузов и замороженных грузов. По три для нефтепродуктов, сыпучих удобрений и лесоматериалов. Четыре для прочих жидких грузов и пять для остальных генеральных и сыпучих грузов. Развитию промышленности Клайпеды и росту ее добавочной стоимости также способствует с 2002 года действующая свободная экономическая зона. Инвесторам подготовлена территория, на которой имеется вся необходимая инфраструктура. Увеличение количества грузов, рост интенсивности судоходства, повышенный тоннаж судов уже сейчас вынуждает воплощать в жизнь планы по расширению порта. В 2011 году принято историческое решение строить глубоководный порт рядом с поселком Бутинге, который находится в 35 километрах к северу от Клайпеды. Планируемый годовой оборот нового порта около 60 миллионов тонн грузов. Планируется, что первые терминалы в новом порту Бутинге начнут свою работу приблизительно в 2020 году. С целью обеспечения увеличения непрерывных грузопотоков в порту также расширяется спектр услуг, оказываемых клиентом. Поощряются и развиваются дополнительные услуги по складированию, упаковке, сортировке, маркировке грузов и тому подобное. Большую добавочную стоимость порту способно придать намеченное строительство широкопрофильного транспортного узла общественного центра логистики. Современный центр логистики вырастет в 2014 году в южной части города, неподалеку от порта. Способствуя развитию морского туризма, в центре города строится Клайпецкий грузопассажирский терминал, который будет обеспечивать быстрое, удобное и высококачественное обслуживание круизных судов и пассажирских паромов. Одновременно проводятся крупномасштабные дноуглубительные работы в акватории порта. Углубляется центральная часть порта до 14,5 метров, расширяется судоходный канал, и круг разворота судна. Углубив порт, можно будет перевозить грузы на суднах грузовместимостью до 60 тысяч тонн. Амбициозные планы по развитию порта направлены на обеспечение удачной деятельности и увеличение конкурентоспособности. Клайпецкий морской порт всегда открыт для новаторских идей, реагирует на изменения рынка предугадывает тенденции. Зимой и летом для отдыха и бизнеса местным жителям и туристам городу и стране современный и исторический это Клайпеда. это наш и ваш порт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин